Вот философ Александр Дугин призывает прямо, специалист по геополитике, призывает прямо и практически готовиться к ядерной войне. И чем лучше мы будем к ней готовы, тем меньше вероятность такой войны, заявляет Александр Дугин. Как вообще можно быть к этому готовы? Мы действительно готовы к ядерной войне? С военно-технической точки зрения мы, конечно, готовы. Они у нас постоянно находятся в состоянии боевой готовности. Это первое. А второе, и это тоже вообще признанная вещь, наша триада, ядерная триада, она является более современной, чем любая другая триада. А таких триад только вот у нас, да, американцы, на самом деле. И мы здесь продвинулись гораздо больше. У нас она более современная. И вся ядерная составляющая. В целом, по носителям и по зарядам у нас примерный паритет, но у нас более современная. Но это знают все, специалисты все знают. Но это не значит, что мы должны меряться количеством носителей и боезарядов. Но знать об этом нужно. И те, кому нужно, повторяю, экспертам, специалистам, военным, им это хорошо известно. Они сейчас ставят задачи повысить современность, новизну. Соответствующий план у них есть. Мы тоже об этом знаем. Они развивают свои компоненты. Мы тоже. Но это не значит, что, на мой взгляд, они не готовы завтра развязать эту ядерную войну. Ну, хотят, ну что же так делать. Мы готовы. Но, может быть, для пущей убедительности в какой-то момент провести ядерные испытания, в конце концов, международных ограничений у нас для этого нет? Есть договор о запрете испытаний подобного рода. Но, к сожалению, Соединенные Штаты этот договор не ратифицировали. И поэтому мы, для того, чтобы здесь соблюдался паритет, отозвали эту ратификацию. Поскольку договор не был ратифицирован в Соединенные Штаты, он и не вступил в законную силу окончательно, потому что не набрал нужное количество ратификаций. Но, тем не менее, мы придерживаемся этих договорённостей. Но мы знаем, что в Соединённых Штатах рассматривается возможность проведения таких испытаний. Связано это с чем? Связано это с тем, что, когда появляются новые боезаряды, их, как некоторые специалисты полагают, недостаточно испытывать только на компьютере. Значит, их нужно испытать и в натуральном виде. Ну, вот такие идеи в определённых кругах в США, они витают, имеют место быть. Мы знаем об этом. Ну, и мы тоже смотрим, если они проведут такие испытания. Не исключаю, не обязательно, нам это нужно, не нужно, ещё надо подумать. Но не исключаю, что мы можем сделать то же самое. Ну, мы готовы к этому технически. Да, мы всегда готовы. Я хочу, чтобы было понятно. Это же не обычные виды вооружения. Это тот вид, род войск, который находится в постоянной боевой готовности. Владимир Владимирович, ну, а всё-таки вот в трудные моменты, я знаю, прошлого года на фронте, в связи с Харьковом или Херсоном, не мелькала у вас мысль о тактическом ядерном оружии? Зачем? Вот, несмотря на то, что это же по предложению тогдашнего командования, у этой группировки, с нашей стороны, было принято решение о выводе войск из Херсона. Но это совсем не означало, что у нас там фронт разваливается. Ничего подобного, наверное, близко не было. Просто это сделалось для того, чтобы не нести лишние потери среди лишнего состава. Вот и всё. Это самый главный мотив был. Потому что в условиях наведения боевых действий, когда невозможно было полноценно снабжать группировку, расположенную на правом берегу, мы просто несли бы неоправданные потери личного состава. Вот из-за этого было принято решение перебазироваться на левый берег. То есть такая мысль вам в голову не приходила? Нет. А зачем? Но оружие существует для того, чтобы применять. У нас есть свои принципы, они о чём говорят? Что мы готовы применять оружие, в том числе любое оружие, в том числе такое, о котором вы сказали, если речь идёт о существовании российского государства, нанесении ущерба нашему суверенитету и независимости. У нас же всё прописано, наша стратегия. Мы её не меняли.